Здравствуйте! Вы на канале Свобода и Воля, и сегодня мы поговорим на такую тему «Как обезопасить себя от педагогов-шарлатанов». Мы убеждены, если педагог не умеет петь, то и научить он не может. Это, знаете, как объяснять про то, чего вы никогда в жизни не делали. Поэтому при выборе педагога смотрите на записи его выступлений, вокальные возможности и на работу как вокалиста в целом. Смотрите на то, как поют его ученики. Если вокальные примеры его учеников неважны или их вообще нет, как и видео его выступлений, то это говорит о квалификации данного педагога. Остерегайтесь тех педагогов, которые обещают научить вас петь за несколько уроков. Это невозможно, времени нужно гораздо больше, и каждому нужен индивидуальный подход. Даже если вы профессиональный, успешный вокалист, занятия с педагогом обязательны для любого артиста любого уровня. Это необходимо для постоянного роста и прогресса. Отсутствие занятий приводит к деградации. За пять уроков вы можете изучить основы техники, выучить новый материал, улучшить свои навыки. Но невозможно научиться петь за несколько уроков. Если вы хотите профессионально выступать, вы должны посвятить этому всю свою жизнь. Хороший педагог никогда никого публично не критикует и не унижает. Профессиональным успешным людям некогда об этом думать, им просто не придет это в голову. Они занимаются своим делом и открыты ко всему новому. Если вы видите на платформах школ или страницах педагогов постоянные посты о том, что все вокруг делают неправильно, как правило, у таких педагогов или нет постов, или их мало о том, как нужно делать. Эти люди зачастую не профессионалы и просто собирают хайп вокруг себя и пользуются черным пиаром для продаж собственных услуг. На самом деле им абсолютно не важен ни ваш голос, ни ваше будущее. Остерегайтесь таких личностей. К хорошему педагогу по вокалу не так просто попасть, так как у него большая занятость. Есть выступления, постоянный поток учеников, судейство на вокальных конкурсах и другие творческие проекты. Помимо этого хороший педагог по вокалу понимает, что взять под свое крыло нового ученика – это значит отдать ему частичку себя. А это не всегда просто и требует больших временных и энергетических затрат. У педагога должно быть обязательно профессиональное, среднеспециальное, а лучше высшее образование. Вы же не доверяете, свой желудок врачу без диплома, так и не доверяете свой голосовой аппарат любителям. Если человек такой талантливый и так стремится преподавать, то для него не составит труда получить педагогическое образование, чтобы его услуги стали легальными. Хороший педагог по вокалу должен быть выступающим артистом или иметь артистическое прошлое. Мало научить красиво петь, нужно еще научить работать на сцене, чему он вас будет учить, если сам не знает, о чем говорит. Преподавание – это, прежде всего, передача собственного опыта. Я надеюсь, советы помогут вам при выборе педагога и берегут вас от неквалифицированных специалистов. Увидимся с вами в следующих выпусках.